Всем привет, друзья! Это второй выпуск моей подготовки к соревнованиям, и сейчас мне Юрий Спасукуковский будет показывать, как нужно позировать в классическом бодибилдинге, потому что я вообще не секу. Женек меня показал в Мэнс Физик, а Юрчик будет показывать, как позировать, вот прям, как мужики здоровые позируют, да? Правда, опять же, без моих ног это будет очень смешно. Вот, нормально, нормально. Вот так, напрягай ноги, можно чуть-чуть их согнуть, как будто бы ты чуть-чуть присел. А можно ставить на одну ногу, принесли ее в центр тяжести и напрячь, а вторую на носок поставить. Вот так, типа? Ну, смотри, не так, как будто бы ты одну ногу вот так вот ставишь, а вот ты напряг ногу, да, на которой ты стоишь, это слегка на носок и получается красиво тогда. То есть они должны смотреться органично. Вот, да, вот так лучше. То есть смотри, тебе надо очень сильно напрягать ноги, всегда. То есть ты должен стоять перед зеркалом дома, слышно меня? Да-да-да. И постоянно напрягать ноги. Сейчас у тебя ноги вообще гладкие. Ты должен вот напряги сильно ноги сейчас, вот сильно напряги, чтобы показать. Вот, сейчас они уже немного появился, рельеф. Тебе надо их продавливать прямо, вот каждый день продавливать ноги. Ты понял, да? Мне кажется, от этого, если там минут пять постоишь, судороги тебе схватят. Все вначале схватят, а когда ты выйдешь на сцену, так как ты уже будешь натренирован, то есть можно полчаса стоять. Жестко. Так, ты должен напрягать ноги постоянно, пока ты находишься на подиуме. Это жесть. Такого нет, что ты, допустим, попозировал, да, они сказали, делайте шаг назад, встаньте в линию. То есть я могу по номеру провести, например, номер пять и номер десять, выйдите вперед, чтобы вас сравнить. Вы попозировали, потом вы дошли назад и типа вы не позируете. На самом деле вы все равно позируете, на вас все равно смотрим. То есть ты берешь сейчас, делая двойной бицепс спереди. Двойной бицепс спереди. Поехали. Оп. Хорошо, смотри, когда делаешь двойной бицепс спереди, надо выкрутить локти туда, чтобы, ну вот смотри, вот ты держишь руки вот так. Да. Их не видно. Если ты сделаешь вот так, видишь? Вот так? То так видно, да, а так они больше. Ты так показываешь не бицепс, а непонятно что, вот так надо показывать бицепс. То есть он в плоскости его становится больше. Да, 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 выкрут. То есть дело не в том, чтобы сильнее согнуть, дело в том, чтобы туда, понял? Я понял, да. Да, вот. Теперь смотри, вот так опущено, когда плохо, надо, чтобы они повыше были. Да, чуть-чуть повыше еще. Да, да, хорошо. Хорошо, пресс напряг, но не напряг. Смотри, начинаешь, любую позу начинаешь с ног. То есть у тебя надо принять позу. Ты сначала напрягаешь ноги, сильно. Потом пресс. Потом поднял руки, вывел широчайшие, вытащил из-под мышек широчайшие. Вот видишь, я вытаскиваю, раз. И она выехала. Вот попробую, раз, широчайшие, оп, свел лопатки. Развел, вот. И теперь бицепс последний. Во, хорошо. Давай еще раз. Ноги. Пресс, широчайший бицепс. Держим. Держим. Вот там тренировался, ноги потерял. Расслабься, подыши. Да, сложно. Вот так делаешь, просто подхода, потом эта тренировка заканчивается. Сложно. Потом смотри, боковая поза, становишься боком ко мне. И любую позу мы начинаем с чего? С ног. Поэтому твоя задача раздавить ногу по ноге. Вот так типа? Ну, вот представься, вот у тебя бицепс, да? Ты его раз и увеличил, понял? Да, да, да. То же самое ногами надо делать. А как она стоять должна, покажи. Ну, вот ты стоишь и раз ногу, об эту ногу раз раздавил. Вот у тебя нога в два раза больше встала. Ты сейчас просто поставил ногу вперед. Я поставил вперед и все. Да. Тебе надо стать боком, боком. И начинаешь эту ногу туда, как бы, к стене. Да. И надо ее раздавить. Вот у тебя уже бицепс в бедрах появился, его не было. Понял смысл, да? Да, да, да. За один раз ты сможешь понять сам принцип, отработать. Вот, раз, раздавил. У тебя появилась нога. Ты как бы, та нога, на которой ты стоишь, она дальняя от меня. Да. И она, как бы, не так сильно согнута. Это на носке, за счет этого она согнута, и ты можешь ее раздавить. У тебя на внутреннюю часть бедра давит квадрицепс ноги, на которой ты стоишь. Вот, раз раздавил, выпрямился, чтобы не сутулиться боком. И начинаешь раздавливать точно так же бицепс теперь. Смотри, ты сейчас выглянешь, а ты наполняешься назад. А надо вперед, вот так? Ты должен быть ровно. Не назад, не вперед. Сначала ноги взял. Как же это сложно. Да вообще не сложно. Это привыкнешь за несколько занятий. Раздавил ноги, сдирал, и все. У меня тоже с непривычки судорога пошла. Надо уже позировать и пить этот магний с калием. Да. На диете выходит магний калий. Так. Давай последний раз. Раздавил ногу и прижал бицепс. Прижимай. Живот втянул, грудь выпитил. И создал при этом изометрическую тягу, чтобы напряглась задняя дельта. Вот. Грудь поднял. И теперь вот этот локоть. Нет, этот прижал, все нормально. Второй локоть отвел и за счет него грудь еще сдавил. Да. То есть ты тем локтем дальним созданешь грудь, понимаешь? Да. Посмотри. Вот грудь, да? Вот. Ты тут, например, бицепс. А этим локтем, видишь, что ты делаешь? Ну там видно только твои ноги. Подними выше камеру. Не знаю. У меня на записи видно. А у меня нет. Во. То есть ты взял, прижал? И второй рукой грудь. Так, видишь, хоть хуже. Ну там нормально ты ее выпитил. Но так ты можешь еще верх груди добавить. Видишь? Так не было верха груди. Так он появился. Вот. Ну на записи будет все понятно. Теперь смотри. Одну позу можно будет показать, какую ты хочешь. По правилам. Третью. Покажи какую. Третью, да? Типа это первая была, вот эта? Там будет пять поз, из которых, по-моему, пятая. Какая ты хочешь. Сейчас я тебе точно скажу. Эта поза, к сожалению, у меня плохая. У меня тоже. У меня спина вверху развита, а внизу нет. Становишься сзади, спиной ко мне, и показывай двойной бицепс. Подними, пожалуйста. Тебе надо вытащить лопатки, не сводя назад локоть. То есть тебе надо вытащить лопатки, но вперед делать нельзя. Уже лучше. Еще раз спиной встань. Среди лопатки. А теперь разводи лопатки, вот ты двигаешь локти вперед. А тебе надо через стороны. Лопатки постоянно сведены назад, локти отведены назад. А теперь разведи лопатки за счет поднимания локтей назад и вверх. Во. Раскрой. Ну чуть-чуть лучше. Ну смотри, принцип такой, посмотри на меня. Тебе надо делать вот так. И через сторону. Как бы стараться локоть туда. Понимаешь? Не туда локоть. Вот сюда нельзя. Вот это нельзя делать. По бокам? А в сторону. Ты вытаскиваешь врачай, что в сторону. И вот ты берешь раз, вытащил в сторону и стоишь. Ага. Давай еще раз попробуем. И тебе надо ноги не забывать напрягать. Направь ноги, да. И опустил немножко локти. Да. А теперь разведи, да. В сторону, да. И немножко закрути назад руки. Смотри на меня. Руки как бы вот так. Все равно надо вот. В сторону. Видишь, врачай, что-то лучше выходит, когда ты закручиваешь кисть. Да, да, да. Нормально. Уже лучше. Хорошо. У меня аж судороги схватывают. Капец. Так, четвертая поза, четвертая поза, пресс в бедро. Это как? Ты всех вынесешь, у тебя пресс хороший, руки за голову. А, вот так. И напрягай пресс. Отлично. И теперь попробуй ногу впереди стоящую поставить на носок и напрячь. Но нельзя напрягать на пятки. Нельзя задирать носок. Носок на земле. Напряги ноги. Но сзади стоящую ногу лучше развернуть боком. Вот так? Да. Будет смешно, если ты у всех выиграешь. Напрягай пресс. О, хорошо, да, молодец. Смотри, на живот желательно не выкачивать, а так поддерживать талию. Понял? Чтобы он не был выдутый. Так, и одну фону еще надо сделать двою фирменную. Может быть, трицепс сбоку. У тебя трицепс хороший. Сделай, попробуй вот так. Так, ну, вроде ничего. Нам рельефа, что ли, не хватает. Не знаю. Может, ты просто не напрягаешь. Возьми руку за трицепс, сзади, за руку. Вот. И выпрямляй полностью. Во! Во! А теперь сделай такое же позирование с ногами, как ты бицепс сбоку показывал. Ноги расплющил. Маленький. Сзади тепло, грудь выпитело. Живот встяни. И напрягай трицепс. И медленно вот так поворачивайся. Вот. Вот, как бы всем судьям показываешь. Да. Ну, по-моему, все. Да, ну, хорошо. Но сегодня хватит, я думаю. Будешь отрабатывать. Я думаю, что мне надо или широчайший спереди, или широчайший сзади. Но у тебя спина огромная, бля. Тебе, да, спину надо. Да. Так что будем поработать. Вот. Ну, в общем, тренировать позирование начинается месяц и каждый день. По сколько времени? Ну, чем больше, тем лучше. На минимум 15 минут. Ага. Хорошо. Неудобно засудить. Они хотят объективно позировать. Значит, каждого должны сравнить с каждым. И пока сравнивают их между собой, то те, кто не сравнивают, они все должны продолжать позировать, иначе не проиграют. Капец. Значит, рассчитываешь, и 15 минут, и неприемлемо нужно медленно показывать мышцы, не останавливаясь. Это только первые там несколько занятий, и все сводит. А потом ты это делаешь, и не чувствуешь никаких проблем. А кто из блогеров будет вообще выступать? Артур Крадько. Он большой, очень большой атлет, но он забитый, жирный, страшно. То есть, он как бы классный с точки зрения пропорции, массы, но у него слабое место качества. Но пропорции тоже можно спорить, потому что они очень большие грудные, а остальное не соответствует грудным. Но это не для того, чтобы его обидеть. Мне он как раз нравится. Мне, в принципе, все в этой категории нравятся, потому что все мои друзья. Поэтому я, когда говорю о тем минусах, то я говорю с точки зрения нейтральной, о том, кому над чем надо работать, да? Потом у тебя, например, я не исключаю, что ты можешь выиграть просто за счет того, что у тебя пропорции и качества. Из-за сухости, да? Ну да, но я вижу слабое место, это ноги. Ноги вообще капец, я их давно не качал. Я не вижу, что у тебя ноги отстают, кстати, по массе. Ноги соответствуют ему веру, они нормальные. Я вижу, что ноги отстают по качеству. По рельефу, да. Значит, тебе надо либо напрягать на чек, может, когда ты их напрягал, уже чуть-чуть получше стало. То есть, я считаю, что ноги надо просушить и научиться их продавливать, постоянно продавливать. Стоять, стой перед зеркалами, лови рельеф. Потом, ну вообще, по верху у тебя меня стоят шансы на первое место, потому что размер не главный, главное на чек смотрится. Понимаешь? Если другой человек будет больше, но не покажет такого пропорции и качества, то поигрывает. Ну, видишь, у меня проблемы, у меня плеч нет вообще. То есть, вот плечо, да, бицепс гораздо больше плеча. Это минус. Делай махи с щитингом. Я делаю, я делаю, у меня просто генетика, они не растут. Я три года подряд качал... Че? Хоть одно видео, пиши, как ты делаешь махи с гантелями, я посмотрю на это. Будет, будет. Ты уже поздно рыпался, просто делай, как можешь уже. Просто качай среднюю дельту. Перед выходом на сцену качаешь только дельту. Все пампят там руки, а ты пампишь дельту. А грудь не надо, бицепс не надо, ничего? Отстающее место надо пампить. А, угу. Ну, по крайней мере, больше всего. Можно все пампить, но это уделить этому больше внимания. Я думаю, отжимания в стойке, да, там поделать? На руках. Можно, да. Но не забывай, что если слишком много разогреешься, то ты не сможешь на сцене позировать 15 минут. Блин, да, да. Надо, как бы, не провести тренировку, а провести именно пампинг за 15 минут до начала выступления. Я скажу, когда надо пампинг, все начнем. А кто там красит вообще атлетов? Будут комбины. Бесплатно за счет федерации. Нормально. Потом это, нормально, это две штуки. Теперь смотри. По поводу третьего участника, Максим Шеврыгин, тоже он может стать первым, потому что он рельефный, я не знаю, у слабых мест. Но у него форма крутая, да? Если я с ним попозирую, то он, я смогу сказать, какие у него шансы. Но я не знаю, что у него с ногами. Не, у него ноги хорошие. Он же типа бодибилдер. Это я типа стритлифтер, только там верх качаю, а ноги не особо. А у него ноги хорошие. Прекрасно. Следующий, кто у нас идет, это, значит, ну, то есть насчет него, я, может, с ним запишу видео. Потом, следующий, кто идет у нас, это идет, этот, фитмани. Не знаю, кто. Значит, он, я так понимаю, уже имеет опыт выступлений, но не на высоком уровне. То есть он имеет, как бы, неплохие шансы тоже. Ну, сказать, что он, наверное, профессионал, высокого уровня и ни у кого не будет шансов, такое сказать нельзя. Но он является, как бы, ну, достойным соперником. Но я же еще раз говорю, то есть его оценили, как средний, средний, как бодибилдер средний уровень, да? Все зависит от того, как его форму он покажет. Потом у нас есть еще, в общем-то, всех мы перечислили, шесть участников пока что. Матер, Артур, я, ты. У меня проблема, что для этой категории я маленький. То есть я... Маленький? Если я прослушусь, у меня получается вес, там, 88-90 при росте 186. Это немножко килограмм 10 меньше, чем надо. Немножко на 10 килограмм. Но такие проблемы, если будет у каждого участника, я так понимаю. Но мы же блогеры, мы не профессиональные атлеты, е-мое. Хотя ты профессиональный, да? Выступал же много раз. Ну, я выступал, но мои шансы уравниваются возрастом, и тем же давно не выступал. Ну, это да. Вот, и потом, опять-таки, я не скажу, что, допустим, противники слабые, потому что вот ты сейчас показываешь хорошую форму. Но одно дело, когда человек смотрится один, он может выглядеть идеально. Когда людей ставишь в линию, может оказаться, что тот, кого мы рассчитывали, рекорд, он найти самый лучший. А тот, кто самый, был претендент на первое место, он самый худший. Да. Не исключено, что будет еще шестой какой-то участник. А что Шреддер... Что ж Шреддер-то не хочет? Шреддер не хочет, ссылаясь на то, что бодибилдинг это не спорт. Но я считаю, если говорить правду, то шансы Шреддера в категории классе Кризик не такие большие, потому что там не учитываются подтягивания трубники, не учитываются отжимания... Но у него аж форма офигенная, он большой и сухой. Понимаешь? С точки зрения сухой, у него сухой верх. Ну да. Но низ не сухой. И для того, чтобы показать сухой низ, он его в принципе не показывал никогда. Ты когда видел, у Шреддера низ сухой? Нет. Вот, это раз. То есть как бы в бодибилдинге нет преимущества у тех, у кого низ залитый. Ну, залитые ноги это сразу же, как бы, знаешь, такое, знаешь, препятствие к победе. Да. И второе условие, это, как бы, сильные стороны приветствуются в бодибилдинге, это не бицепс, а плечи и спина. И если, допустим, взять Шреддера, у него очень не хватает V-образности тела. У него нет широкой очень спины. И совсем не Кулин будет с нами выступать. У него, это единственный блогер, который со мной показал ширину спины, даже где-то, может, на процент больше, чем у меня. Но не меньше точно. Нифига себе. При том, что они же русские. Ну, он на стероидах там просто по самой гланды. Ну, понимаешь, обсуждать, кто на стероидах, а кто нет, это глупо. Потому что, в принципе, люди считают, что все на стероидах. Вот все. Кто показывает, хоть мало морские достижения. Кто и не показывает, он тоже на стероидах. Но просто он еще больше лох. Поэтому, если мы возьмем Никулина, у него есть слабое место. У него нет возможности тренировать ноги. Я, наверное, давно не тренировал. И считается, что шансы резко снижаются, хотя спина у него самая лучшая. Да, да. Каспин тоже, думаю, сможет подсушить. По воде получается, что будет ли Шлендер, я не знаю. Я его привластил. Но, здоровственно, если он поигрывает, это ему минус. Ну, да, да. Позорно, позорно будет. Шансы победить не такие большие, если честно. Потому что пропорции, а не силовые показатели. Поэтому, так как у нас никто не идеален, нету явного лидера. Единственное, я против, что выступал Виктор Симкин, хотя он как бы блогер. Так, а он же уже не на стероидах, и там вообще, у него формы нет. Ну, если все проголосуют, остальные блогеры, я его возьму. Потому что, если возьму его я, то скажут, что Арнольд Классик участвует в категории блогеров. Так у него формы нет никакой, он проиграет всем, мне кажется. Ты видел его? Если бы он на химии был как раньше, он бы затащил. А, блин, с такой формой... Я считаю, еще у нас сколько месяц остался, да, больше месяца. Ну, да, да. Тут еще его сейчас как стартануть и разунуть, и за 40 дней может вздуться как... Ну, в принципе, да. А пропорции у него на победу. Да. Генетика все решает. Согласен. У меня генетика на руки, у меня руки, блин, офигенно растут. Я их могу не качать, но они все равно будут огромные. В этом плюс. Ну, и хорошо. Видишь, ты маленький, с огромными руками. Да, да, да. Это больше, чем большой, с маленькими руками, как я. А у меня ноги и спина, и плечи. Ну, у тебя, видишь, большие мышцы развиты, хорошо. А у меня наоборот. А у меня классического бодибилдинга, ноги, спина, плечи плюс. Это идеально, да. Муциальные пляжи идеально. Да. Показал, и пресс показал, и все говорят, вот, король пляжа. Да, 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 так оно и работает. Вот, хорошо. В общем, приятно у нас обобщаться. Надеюсь, что мы еще, ну, запишем и по тренировку твою повторим. Да, да, да. Через неделю, ладно? Давай сделаем, да. Все, как ты добился. Взаимно. Давай, пока. Ну, что, друзья, довольно-таки сложно позировать, на самом деле, с непривычки. Даже мышцы сводят. А Юра говорит, 15 минут на сцене надо будет стоять. Это вообще дичь. У меня тут от двух секунд уже витку свело, ногу свело. И довольно-таки неудобные позы, особенно вот, когда тебе нужно бедро прижимать, блин, к другому бедру. Это вообще дичь какая-то получается. Вот. Но будем пробовать. Будем каждый день минут по 15 позировать. Посмотрим, что получится. Может, даже чем-нибудь выиграем. Главное, последним не быть, а то не очень будет. Вот. А так, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. И увидимся в следующем выпуске. Пока.